Всем большой привет! Давайте смотреть следующую серию моей большой коллекции теней. И сегодня я выбрала ролик, чтобы были все жестяные упаковочки. Либо металлические мы их называем. У меня всего около 10 палеток в этой категории. Но думаю, будет интересно посмотреть, что же у меня такое жестяное, металлическое есть коллекция. Первая палетка «Шоколад». Я ее брала, даже не помню точно, на каком китайском сайте. Но помню, что мне предложили на обзор, и я выбрала такую палеточку. Мне она понравилась по своему дизайну, по оригинальности упаковки. И хотя это реплика более знаменитого бренда, тем не менее реплики не получилось. Палетка, кстати, 40 грамм. Представляете? Здесь очень красивое оформление у зеркала. Мы его закроем. И сама палетка такая получилась у них невразумительная. То есть можно, если сделать базу перламутровую, можно сделать нежный макияж. Но в целом, посмотрите, такие, можно сказать, один тон. Можно сделать всего 2-3 свотча, и это будет как бы финал всей палетки. Сильно в оттенках не разгуляешься. Они слабо пигментированные оказались. Но я попробую все-таки хоть какое-то тут разнообразие сделать. Так, я даже не знаю, что тут можно в разнообразие внести. Но сейчас попробуем. У меня единственное проснулись и Люся, и Бася. И они тут уже начинают вокруг меня кружить. Я очень надеюсь, что они нам не помешают. Вот первые 4 оттенка. И если, в принципе, делать дальше свотчи, то будет все одно и то же. Одно похожее на другое. Но сейчас попробуем. Вот этот, вот этот темненький. Какой тут еще? Давайте вот этот светленький сатиновый. Я вот даже не знаю, какой взять, чтобы это было тип разнообразия. Не знаю, вот этот брала уже или нет. Ну, попробуем. Вы сейчас увидите, что вроде бы вот взяла разные. Но в итоге получилось одно и то же. Вот такая она невразумительная. И тогда я помню, что на сайте она стоила 1000 рублей. Я когда делала обзор, сказала, что она не стоит этих денег по оттенкам. То есть очень красивая упаковка. Но платим мы в любом случае деньги не за упаковку. Поэтому 1000 она не стоит. Потому что по пигментации это слабенько. Но с другой стороны, макияжи я делала симпатичные с ней. Если перламутровая база, а потом сверху каким-нибудь ярким карандашиком стрелочку, то в принципе можно и с таким оформлением. Следующая жестяная упаковочка. Это одна из самых первых в моей коллекции палеток. Я помню, я в таком восторге была, когда она ко мне приехала. И когда я делала заказ на Алиэкспресс, я заказывала, не видя упаковку на сайте. Были только тогда вот такие вот фотографии растяжки. Мне понравилась такая. Я ее купила. И когда ко мне приехала, я только увидела, что это реплика Urban Decay. Но когда брала, брала исключительно. Вот понравилась растяжка. Здесь, кстати, неплохая кисть. Но я и пользуюсь крайне редко. Видно, что палеточку я за годы прорыла. Есть горячо любимые оттенки. Но сейчас уже в бьюти мире все шагнуло далеко вперед. Стали делать еще лучше. Но для палетки 5-6-летней давности эта палетка была очень даже хороша. Я не видела, не тестировала оригинальную палетку. И не было даже желания, потому что мне этой было достаточно. Так, один, два, три, четыре. Вот так. И вот эти последние, которые я сейчас делаю с вотча, для меня они беспредельно восхитительны. Единственное, тут главное не раскопать больше, чем необходимо. Вот, видите, какие они бывают рыхлые. То есть один вроде бы еле наберешь, а другой боишься, вот сейчас рыхлый будет. Вот, сразу пальцы сотру лишнее. А вот это мне хотелось как раз побольше. Видите, вот этот не добрала. Такой красивый сиреневый. А предыдущий слишком рыхлый. Вот, то есть эта палетка мне очень нравится своими оттенками. Она очень хороша. И у нее есть матовые, видите, совсем светлый. Вот такой в складку есть. И черный есть. И получается она самодостаточная. То есть у нее есть все, что необходимо. Очень классная палетка. Сколько у меня ей уже лет. И она остается у меня в любимчиках. Если первая палетка не до палетка, не до тени, то тут, конечно. И по цене она была гораздо дешевле. Если сравнивать. Следующее. Если брать по росту, то, конечно, идут две палеточки от Eviline. Это, конечно, шаг, прорыв вперед для этого бренда. Потому что это настолько красиво. У меня есть вот этот кофейный. Сейчас я все руки вымазала. И руби-гломой. И вот такая. Обе у меня есть. Обе красивые. Вторая бордовенькая идет даже с ароматами. Но вы посмотрите. Когда-то Eviline была в достаточно скучной упаковке. А я вам во второй части или в первой, или во второй показывала. С блестками. Какая у них красивая. И вот такая красота была выпущена следом. Название. Тут даже видны оттенки. Обе палетки и пьют прекрасный, приятный. Аромат. Прямо насыщенный аромат. Если вы не любите сильно ароматизированное, то может даже оттолкнуть. Сильно много цветовых решений не сделать. Я вижу больше, ну, может быть, вот три таких вот. Совсем матовый, например, макияж. И как бы вот на подвижку, да, получается вот один оттенок, второй, третий. Ну, может быть, четвертый. Но, мне кажется, вот этот первый и второй, они между собой схожи оттенки. Могут. Так, вот один я тут матовый набрала. Остальные я покажу. Так, вдруг на дружку. Ну, не сильно тут заехала. В принципе, по этим вот сатинчикам видно, какие можно сделать макияж. На глазах два оттенка будут схожи. Получается, не сильно разгуляешься. Один, два, три, четыре. Да. Ну, вот этот коричневый. Ну, и давайте вот такой, что ли. Тут даже, видите, пальцев больше, чем необходимо. Вот. В целом она вот такая, бордово-коричневая. Рыжая, рыжая-коричневая. Не то говорю. Так, третья палеточка. Стираем пальчики. Некоторые осыпаются. Некоторые хорошо наносятся. И вторая. Рубик Ламур. Вот тут прямо аромат. На всю улицу. Очень яркий аромат. Кисть очень похожа внешностью, которая в naked. И вот такая растяжечка. Здесь уже чуть больше разнообразия за счет того, что здесь светлый розовый. Здесь вообще бежевый. Видно немножечко. Сейчас я вот как раз это разнообразие постараюсь показать. Не матовая. Только то, что на подвижку идет. Красивое розовое золото. Вот так тоже, да? Кажется, два оттенка. Первый и последний схожи. На глазах могут не сильно друг от друга отличаться. Но в любом случае, когда берешь такую тематическую, однотонную палетку, то мы и рассчитываем, что будет что-то одно похоже на другое. И несколько возьму матовых. И несколько матовых. Вот она какая. Нравятся они мне. Не часто пока беру в использование. Мне они больше кажутся такие осенние. Обе. Между собой они пересекаются. Но настолько красивый дизайн. Это тот случай, когда влюбляешься в дизайн упаковки и думаешь, да какая разница, что там внутри. Она уже красивая, правда? Следующая палеточка от Revolution. Мне ее присылала Наташенька из Германии. Миллион называется. Сегодня не так много палеток, поэтому я так думаю, что нам не стоит так уж прямо сильно далеко это все размазывать. Поэтому мы сейчас вот так сделаем, чтобы все было перед лицом. Вот такой миллион. И палетка, конечно, очень интересная, яркая, сочная. Открывается прямо вообще красота. И здесь я хочу сделать все свотчи. Давайте покажу, какие тут красивые рефилы. Большие, кстати, рефилы. Шершавая поверхность у шиммеров. Матовые уже у меня такие затертые. Вот здесь я продолжу. Первые четыре. Красивые, конечно. Я когда свотчи рисую, аж прямо не дышу. Наслаждаюсь. Моменты счастья. И еще четыре. Вот этот помягче, чем первые три. Вот этот опять жесткий. Ну и шелковые, матовые. Ой, какая красота. Очень классная вот эта палетка. Прямо вау. Здорово, что я ее откопала. И по гамме, вот я так немножко руку отведу. Посмотрите, она пересекается с первыми двумя, да? И даже не скажешь, где здесь три палетки. Кажется, что я все одну палетку свотчу с разных сторон. Можно на это обратить внимание. Ну, кто любит там, например, вот одну палетку и сразу надолго, то вот смотрите. Ну, насколько я знаю, вот эта палетка шла только в подарок. Я не знаю, можно ли было ее отдельно купить, но в России, по-моему, они шли в подарок. Наташа мне из Германии присылала. Не знаю, как там у них было. Она брала. Ну, в подарок за заказ, я имею в виду. Возможно, и она так получила. То есть сделала заказ на сайте Revolution. Это от Revolution палеточка. Сейчас я сотру, потому что до локтя все-таки я в этой части дорисовала до локтя. И посмотрим еще несколько. Эта часть будет небольшая, наверное, потому что палеток в жестяных упаковочках у меня оказалось не так много. Следующая палетка ко мне приехала прямо вот совсем недавно от Любочки. Люба, спасибо тебе огромное. Пупа. 13 грамм. И я знаю, что у Пупа это одна из последних новиночек. Тоже вот, видите, жестяная упаковка. Она у меня даже в коробочке еще хранится. Да у меня все, которые вот тут тоже, видите, коробочки. Они пусть пластиковые, но коробочки. Мэтт Эт Юйт. И у нас с вами такая классическая. Вот она, видите, ой, как вам показать-то. Ну, в общем, вот это все, что она может открыться. Только вот таким стульчиком. Ее не очень удобно показывать, чтобы эти тени делать. Поэтому я вот так. черный. Это черный. Самый настоящий черный. Он даже вот как уголь трогаешь. Если остальные очень гладенькие, то черный прямо скрипит под пальцами. Видите, даже 90 градусов, видимо, нет, раз открыточка пытается упасть. Вот, уголек. А остальные уже мягкие. Так. Первые четыре. Ну, остальные будут посветлее. И тут есть светлый. Самый последний. Он идет с шиммером. С блестками. Четыре. Тут три, я думала. Восемь. Нет, семь оттенков всего. Вот. И этот идет такой блестяшечка. Так. Стой. Палетка очень интересная. Матовый макияж. И под бровь, в уголок можно даже, видите, подсветить светленьким. Он прям совсем беленький, как снежок. очень красивый. Вот этот розовый, да? Вот этот. Он даже розово-бежевый такой. Интересный цвет. Красивый. Так. вытираем. В этой части я, конечно, купила чуть больше, чем в первых двух. Там вообще только две палетки вам показала. Вот эту палетку одну мне подарили в подружке. И у меня есть в запасе. Еще одна мне Наташа присылала. Поэтому у меня таких две. Одна в использовании и вторая от Essence. Эта палетка приехала ко мне. Так. Закрываем. И вот так. Тут вся красота вот в этих четырех оттенках. Ну, а тут прямо вот базы. Я их забываю, даже когда я показывала в палетках пудры и скульпторы, и румяна, которые идут в тенях в палетках. Я про эту забываю. Но вообще можно использовать именно скульптор и румяна. А можно на глаза наносить вот эту парочку, делать макияж, а сверху уже закреплять. А вот это недоразумение какое-то, которое неудобно и само по себе. Непонятное что-то. Вот эти два. Ну, тут пудра. Просто пудра. Базу закрепить. Ну, и самая красота, самый смак в этой палетке. Сейчас пальцы вытру. Это вот эти четыре. Нереально красивые они. На глазках смотрятся восхитительно. Вот, уже видно, да? Подложку можно тёмную прямо делать. Вот это вообще прямо. Вот такие топеры. залипатель. Смотрятся они, конечно, залипательно. Так, первая. Ещё есть одна палеточка у меня, тоже жестяная. Это от Фаберлик. Когда они в Фаберлик появились, я помню, мне так захотелось. Мне прям нравится по ним ноготочками стучать. И я её взяла в Фаберлик. У них прямо целая линеечка была. Потом их вывели. Но когда были, вот хотелось хотя бы одну. У меня ещё была пудра. Но пудра закончилась, упаковка ушла. А эта вот палеточка осталась. Сейчас вам по три покажу. Классная базовая палетка. Многие ругали тёмно-синий, но для меня тёмный оттенок нужен только по ресничному краю. Он, конечно, его минус, что он рыхлый. А кто любит на всё веко, то он, конечно, очень был неудобный. Потому что, ладно, рыхлый, он в грязь тушевался. Но мне для подвижки его было достаточно. Голубой такой. И вот, видите, он не передаётся прямо тёмно-синим. Это нужно, чтобы вот такой цвет был, нужно наслаивать. Либо подложку делать, знаете, чёрный, например, где тут от пупы брать, например, тёмный оттенок и на него пытаться. Но в целом палетка мне нравилась. Я ей пользовалась. До донышка, конечно, не дошла. Но использовала. И в этой части последняя палеточка. Быстро мы с вами эту часть закончим. Ну, вот так мало у меня жестяных. Есть ещё парочка однушек. И, знаете, вот эта больше не жестяная, а металлическая. Она такая прям холодненькая. Но я её решила всё-таки отнести к жестяным. Потому что, слышите, стучит. И она такая прям зеркалит. Видно, да? Привет! Эту палеточку мне дарили. Она ко мне тоже приезжала в посылки. Так, сейчас я её... И здесь оттенки такие, видите, нужно ещё попасть. Если кистью можно попасть, то пальчиком надо постараться. Вон, возьмите вот этот зелёненький попробуйте. Видите, тут есть ещё с уголка зелёный. я попробую вам вот так показать, что подцепилось. Вот так и вот так. Трудно её показать. Ну, сейчас ещё попробую, конечно, тут с уголка этот зелёный подхватить, но не знаю, получится у меня или нет. Необычная палетка, оригинальная. Ну, вот он слабенький. Даже сводча не вижу. Вот где-то тут вот он слабенький. Для этой палеточки нужна хорошая база и хорошая плотная кисть. И, в принципе, вот как вот эти вот оттенки видно, вот так она и передаётся. Я её не часто беру в косметичке, но надо исправиться будет. Поносить её. Так, сейчас попробую ещё разочек показать. Вот она какая. Конечно, удобнее, когда оттенки между собой разделены чем-то, да? И у этой палеточки вот такая коробочка. давайте покажу название. Лазур фитник. Вот такое название у неё. Тут даже можно и коробочку поставить. Это всё, что у меня есть в жестяных коробочках. Немного, но тем не менее всё любимое такое. я хочу открыточку поставить, чтобы было у него счастье. Ну и будем прощаться. Не люблю прощаться, люблю здороваться. Вот. Теперь видно. Вот такая жестяная у меня коллекция. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Из них я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, вот эти две я сама купила. 3, это мне прислали на обзор, не считается. 4 сама. Это мне подарили в подружке за покупку. Получается, из 9 я купила 4 штучки сама, но это уже результат. Спасибо большое за внимание, за просмотр. Встретимся в следующей части. Напишите, что было у вас, какие вам жестяные упаковочки нравятся или наоборот не нравятся. мне интересно. Давайте последний взгляд кинем на то, что у меня тут уже нарисовано и будем прощаться. Всем хорошего настроения и всем пока! до конца! До свидания!